С фолловерами простились, блокировка Инстаграма и Фейсбука в России состоялась, но пользоваться соцсетями перестали не все, установив VPN. К новому рубежу, полному отказу из-за возможного экстремистского статуса меты, юзеры и эксперты уже подходят спокойно. Смотрим в Китай, там очень хорошая система защиты, при этом Китай пользуется VPN-ами. Да, но у них не признаны экстремистскими эти организации. От этого техника не меняется. Около пяти лет назад изобрели такой девайс на базе роутера, который называется Smiler, и на выходе он уже выдает Wi-Fi вместе с VPN. Сервис скорее для иностранцев. За время великого китайского фаервола в стране появились вполне популярные аналоги. Вейба вместо Facebook, Юку вместо YouTube, Вичат вместо WhatsApp. Приведу в пример Китай, у которого есть Вичат, не имеющий аналогов на Западе. Это целая экосистема. Ее можно представить как ВКонтакте, Телеграм, Инстаграм, сервисы такси, новостные площадки и прочее в одном флаконе. Могу предположить, что Россию ждет то же самое со ВКонтакте, который поглотит все самые удобные и понятные сервисы. Но в России с опаской смотрят на непривычные цифровые границы. Особенно потому, что единого мнения об ответственности за скрытое пользование экстремистским сайтом нет. В законе, принятом еще в 2017 году, говорится, что ответственность за предоставление доступа к запрещенным сайтам лежит на владельце программно-аппаратных средств доступа, то есть на владельцах VPN и прокси-сервисов. То есть накажут поставщика данного сервиса, а не пользователя. Пользователь не будет нести ответственность за публикации в мета, даже после признания ее экстремистской. Однако ответственность будет наступать за публикации, нарушающие закон. А юристы советуют дождаться правоприменения в случае признания мета-экстремистской. И при осязаемой ответственности, как минимум, не рассчитывать, что, скажем, за исчезающий сторис не смогут привлечь. Ничего никуда не исчезает, и все, что нужно, достается и находится правоохранительными органами и через длительное время. Поэтому надеяться на то, что мы потихонечку наследим и быстренько убежим, и за это ничего не будет. Но эта позиция, я думаю, совершенно неправильная. Сейчас в федеральном списке экстремистских материалов больше 5000 пунктов. Это сайты, статьи, книги, аудио, видео. По словам экспертов, выводить кого-то из этого списка обратно, как минимум, нелогично. Так что наблюдать за ходом суда будет любопытно. Анастасия Дороган, Алексей Ферезин. День с толком.